Приветствую вас на канале MAF инструкции. В этом видео я покажу как создать NFT в Rarible. Rarible это площадка, на которой любой художник может разместить NFT и выложить его на продажу. В отличие от OpenSea, здесь нужно оплачивать комиссию сразу при создании каждого NFT. В видео я подробно опишу весь процесс, от создания эфириум кошелька до получения верификации. Все тайм-коды будут в описании, поэтому если у вас уже есть кошелек, либо вы уже купили криптовалюту, просто переходите к следующему шагу. В видео я буду загружать картинку в тестовой версии Rarible на сети RingB. Это означает только то, что для меня комиссии будут ничего не стоить, а интерфейс и сам процесс вообще ничем не будут отличаться. Вы сможете просто зайти на официальный сайт Rarible.com и проделать все то же самое. Итак, чтобы войти на Rarible понадобится эфириум кошелек. Это приложение, которое позволяет хранить криптовалюту и NFT. Нажимаю Connect Wallet в правом верхнем углу. Поддерживается всего шесть видов. На нашем канале есть инструкция по установке и настройке MetaMask. Поэтому, если у вас еще нет кошелька или он не поддерживается, то рекомендую посмотреть. Ссылка в описании. Я тоже буду использовать MetaMask, поэтому на него и нажимаю. Теперь сразу же могу приступить к созданию NFT. Нажимаю Create. Если я хочу, чтобы мой токен был в единственном экземпляре, то выбираю Single. Чтобы у токена было несколько одинаковых копий, нужно нажать Multiply. Оба процесса почти ничем не отличаются. В режиме Multiply будет всего на одну настройку больше, поэтому покажу именно его. Теперь загружаю файл, который хочу привозить в NFT. Это может быть картинка, видео, аудио. Поддерживаются форматы png, gif, webp, mp4, mp3. А максимальный размер не должен превышать 30 мегабайт. Нажимаю Choose File и у меня это будет одна из ранних обложек на сайте MAF. Далее есть три переключателя. Первый активирован по умолчанию. Если он включен, то NFT будет выставлен на продажу и другие пользователи смогут предлагать свою цену. Если включить второй, то можно будет выбрать цену для автоматической продажи. Я выберу 1 эфир. Это значит, что по такой цене любой пользователь сможет сразу купить NFT и не ждать, пока продавец рассмотрит его предложение. Далее можно добавить контент, который будет доступен только владельцу NFT. Это та информация, которую видят только те пользователи, которые купят предмет. Например, ссылку на оригинал работы в высоком разрешении или приглашение в закрытый телеграм-чат. Все, на что хватит фантазии. Я оставлю это поле выключенным. Выбор коллекции. Каждая коллекция в Rarible – это не просто витрина, которая группирует NFT, но и отдельный смарт-контракт, который их выпускает. По умолчанию токен будет выпущен в общей коллекции Rarible. Чтобы создать новую коллекцию, нужно будет заплатить комиссию за создание смарт-контракта в эфириуме. Немного позже я покажу этот вариант, чтобы вы знали, как выглядит процесс. В описании видео будет тайм-код. А пока оставлю все без изменений. Далее ввожу название работы. Я напишу «Digitalization», так как это была статья про цифровизацию реальных объектов. Поле Description предназначено для подробного описания работы. Оно поможет покупателю лучше понять, что на ней изображено. Это поле можно оставить пустым. Royalties. Rarible удерживает 2,5% от каждой успешной продажи. Автор произведения тоже может получить процент с последующих продаж своего произведения. Эту комиссию также называют Royalty. В данном случае я в первый раз получу полную цену с продажи своего NFT, 1 эфир. А дальше каждый новый владелец тоже может продавать этот NFT за любую цену, например, 2 эфира. Но это уже вторичные продажи, поэтому 90% с них уходит продавцу, а 10% возвращаются мне, автору. Их я буду получать за каждую последующую перепродажу. Следующее поле – это количество экземпляров нашего предмета. Если ранее вы выбрали сингл, то данного пункта не будет. Я сделаю 10 копий именно этого NFT. Далее идет еще одно необязательное поле. Здесь можно описать характеристики нашего предмета. Это своего рода хэштеги, по которым и мы, и покупатели смогут сортировать предметы. Например, размер большой или цвет зеленый. Я оставлю эти поля пустыми. После того, как я внес все настройки, которые хотел, остается оплатить комиссию. Для этого на кошельке должен быть эфир. Если вы никогда прежде не покупали криптовалюту, то рекомендую статью по ссылке в описании. Она поможет разобраться с использованием сервиса ProEx. Покупаете эфир и отправляете на свой адрес Metamask. Адрес можно узнать и скопировать в кошельке рядом с названием. Он всегда начинается с 0x. Комиссии даже в течение дня могут изменяться почти в два раза. Все зависит от загруженности блокчейна эфириума. В описании видео будет также ссылка на сервис, который в реальном времени отслеживает цены за разные действия на Rarible. Сейчас я расскажу, какие комиссии вообще вам могут встретиться при использовании. Mint – это загрузка вашего файла из создания NFT. Сейчас это действие стоит 88$. AcceptBit – это комиссия за принятие ставки. Цена почти такая же – 96$. Поэтому выгоднее не принимать ставки, а продавать за фиксированную цену. Approve – это подтверждение вашего кошелька. Это действие нужно совершать только при первом создании NFT в новой коллекции. Transfer – это отправление NFT на другой адрес. Например, вы кому-то хотите подарить свою работу, либо лично договорились об обмене. Burn – просто удаление NFT. MakeBit сделает ставку. Дороже всего стоит создание коллекции. За собственную коллекцию с токенами в единственном экземпляре сейчас нужно заплатить почти 1000$. Коллекции с токенами в нескольких экземплярах немного дешевле – 900$. Сейчас нужно заплатить комиссию Mint и Approve, так как я впервые создаю NFT. Когда я буду создавать следующие NFT в той же коллекции, останется платить только Mint. Возвращаясь на страницу создания и нажимаю Create Item. Теперь, последовательно следуя инструкции, нужно выполнить три шага. Первая транзакция – Approve. Нажимаю «Подтвердить в MetaMask». Вторая транзакция создает NFT. Нажимаю Start, чтобы открылось окно в MetaMask. И снова подтверждаю. Третий шаг – бесплатный. Ставлю подпись, чтобы подтвердить выставление NFT на продажу. Вообще, если вас сервис просит что-то подписать, это всегда бесплатно. Я сразу попадаю на личную страницу. Обновляю ее и вижу, что токен создан и выставлен на продажу. В польский Pararible эту работу найти пока нельзя, так как я не прошел еще верификацию. Кроме того, перед оплатой покупатель получит предупреждение о том, что автор не был проверен администрацией. Но я все равно могу поделиться прямой ссылкой, скопировать в адресной строке или нажать Share. К тому же, в маркетплейсе OpenSea можно будет найти эту работу по названию. Она будет в общей коллекции Rarible. Теперь я создам еще одну работу, но уже в отдельной коллекции. Этот процесс будет немного отличаться. Я покажу, как создать свою коллекцию. После этого сразу расскажу, как получить верификацию. Итак, вновь нажимаю Create. На этот раз выберу Single. Буду создавать токен в единственном экземпляре. Загружаю другую обложку с сайта Math. И дам ей название. Робот. Хе-хе. Теперь при выборе коллекции нажимаю Create. Создать. В качестве иконки буду использовать ту же самую картинку, что и для NFT. Display Name – это название коллекции. Можно писать как на русском, так и на английском. Я напишу Covers. Далее обязательно указать сокращение. Так будут обозначаться токены внутри смарт-контракта. На страницах Rarible или OpenSea этой информации видно не будет. Длина не должна быть больше 10 символов. Я напишу вот так вот. В описании я напишу, что из себя представляет эта коллекция. Ранние обложки с сайта Math. Но это необязательное поле. Далее указываю короткую ссылку, по которой будет открываться коллекция. Я напишу Math. Теперь нажимаю Create Collection и, следуя инструкции, оплачиваю комиссию за создание смарт-контракта. Нажимаю подтвердить MetaMask. И затем ставлю подпись. Это уже бесплатно. Коллекция, вместе с ней и отдельный смарт-контракт создались. Если вы начинающий художник, то никаких преимуществ от выпуска токенов в отдельной коллекции вы не заметите. Просто у вас будет своя уникальная коллекция, например, с вашим именем. Теперь можно выбрать, в какой из коллекций будет создан NFT, в общей Rarible или в личной Covers. Завершаю создание NFT, нажав Create Item. Если бы в этой коллекции у меня уже была работа, то платить бы за Approve не пришлось. Как и в прошлый раз, подтверждаю первые две транзакции, а на третьей ставлю подпись. Второй NFT создан. Нужно только обновить страницу, чтобы он появился. Обратите внимание, что сверху всегда показаны три кружочка. Название коллекции, текущий владелец и создатель. Сейчас мои токены отличаются только названиями коллекции. Теперь рассмотрим, как отправить профиль на верификацию. Когда администрация Rarible подтвердит нашу личность, работы станут отображаться в поиске, покупатели перестанут получать предупреждение о том, что продавец не проверен, и появится галочка рядом с аватаркой. Для этого нужно сперва полностью заполнить профиль. Нажимаю Edit Profile. Как и в любой социальной сети, здесь настраивается имя, аватар, обложка, описание и ссылки. Затем нужно отправить анкету. Ниже нахожу и нажимаю Get Verified. Будет предложено заполнить форму из девяти вопросов. Нужно прикрепить ссылки на социальные сети, написать два абзаца о себе, загрузить другие свои работы. И после того, как укажу всю нужную информацию, нажимаю Submit. Администрация Rarible рассмотрит ее в течение двух недель и либо даст галочку, либо пришлет ответ с причиной отказа. Итак, я показал, как создать NFT и коллекции на Rarible. Если инструкция оказалась для вас полезной, то ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok